Без окон, без дверей и без крыши храм в Борисоглябском районе разрушался несколько десятков лет, но недавно он ожил. О том, как местные жители своими силами восстанавливают церковь, наш следующий сюжет. В этом храме когда-то венчались родители Людмилы Васильевны, но в 1936 году его двери закрылись для прихожан. Пенсионерка хорошо помнит, как с храма снимали крест вместе с высоким шпилем, который со временем накренился. Два трактора тащили, тащили два белоруса, не могли стащить. Пригнали два 150-х. Большие трактора 150-е. И вот у них два-то трактора носила, его сдернули. Так мне жалко было, я все ревела. Отец Людмилы Васильевны когда-то работал сторожем в селе и отбивал часы на местной колокольне. В то время храм уже использовали как мельницу и склад для хранения зерна. В нем проломили стену, на которой была фреска с изображением Семена Богоприимца и Анны Пророчицы. В часть них и назван храм. До наших времен фрески не сохранились, зато остались груды мусора. На этой двери на входной замочек висит. Мы его спилили, зашли, а тут целая груда хлама. Доски, бревна. Новая история храма началась с письма уроженки села Ляхова. Женщина, проживающая в Санкт-Петербурге, просила местных жителей провести молебен в церкви и помянуть ее усопших родственников, похороненных неподалеку. Селяне сразу откликнулись на просьбу, но провести службу оказалось непросто. Для начала нужно было навести порядок. Своими силами организовали субботник и обратились за помощью в Спасо-Яковлевский монастырь к отцу Игнатию. Тот, в свою очередь, собрал волонтеров и школьников. Пришло 21 человек на первый субботник. На следующий субботник еще больше народа. А на третий субботник как раз отец Игнатий участвовал в этом субботнике. Волонтерское движение участвовало дети со всего района. Собралось 150 человек. С ребятами, с нашими помощниками выехали на этот храм и вот этот процесс организовали. Мне очень впечатлило, что 100 школьников работают, там буквально дети начальных классов. Пришли 5 местных жителей с бензопилами, один с трактором, женщины. Такой, знаете, как будто оказался ты в добрые советские времена. И храм ожил. Первую службу провели в прошлом году. Пришли всем поселкам. А сейчас работы продолжаются. Церковь готовит к следующему молебну, которая состоится в день Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Здесь уже сделали крышу, закрыли часть окон. В работе помогают местные предприятия. Дерево для строительства лесов, поликарбонат и другие стройматериалы активистам дали бесплатно. Внутри навели порядок, на стенах появились иконы. Предстоит еще много работы, но начало положено. А значит, настанет день, когда храм засияет во всей своей красе. Ксения Анисимова, Алина Кулачкова, Алексей Соловьев. Вести Ярославль.